Мы продолжаем акцию «Ищу тебя хозяин». Героями сегодняшнего сюжета стали три собаки – дружелюбный Ной, очаровательная Лада и преданная безымянная девочка. Всем им необходим новый дом и заботливые руки. Этот дружелюбный пес по кличке Ной уже месяц живет в приюте. Подобрали его волонтеры и привезли из новой утки. Животное скиталось по проселочным дорогам, но вид у Ноя был вполне домашний. Может быть у него были хозяева, но в новой утке вообще там очень плохое состояние. Там все выпускают своих собак. Там очень много оттуда привозят. Охранник хороший, с детьми нормально он контактит. Приучится ко двору, будет охранять. Спокойный, миролюбивый, но и станет человеку хорошим другом. Пес прошел все ветпроцедуры и полностью готов к отправке к новым хозяевам. Чего не скажешь об этой безымянной девочке. Собаку также привезли из новой утки. Ее привезли, она уже была страшно беременная. Видимо на последних сроках. Никак не могла родить. Привезли ее в ветклинику, но там уже мертвые щенки были внутри. Это сложнейшая операция была. Теперь собака проходит сложное лечение. И по прогнозам ветеринаров вскоре восстановится и похорошеет. От будущих хозяев потребуется терпение и любовь к животному. Из собаки выйдет хороший охранник в частный дом. А эта лопоуха и глазастая красавица по кличке Лада может очаровать с первых секунд. Похоже на лису и повадки лиси. К человеку ластится, потому что доверяет. Совсем крохой ее подобрали на улицах Первоуральска. И сразу отдали волонтерам на передержку. Теперь, когда Лада подросла, ей ищут постоянный дом. И вот, если кто захочет такое чудо, это, конечно, квартирная собачка такая. Она будет росла, она еще где-то 3,5 месяца, около 4. Сегодня чуть ли не первый выход Лады в свет после передержки и периода карантина. Станет человеку отличным компаньоном во время прогулок или путешествий. У Лады сейчас самый подходящий возраст для дрессировки. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба народных новостей.